Итак, это анализ рынка. Сегодня 3 июля 2023 года. Время 7 часов 47 минут по московскому времени. И рыночный фон вообще не такой. Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в плюсе. По индексу ММВБ сегодня ожидают ценового выхода к уровню 2815 пунктов к финишному закрытию гэпа. И знаете, это бычь ралли пока еще будет продолжаться. Почему? Потому что основополагающим фактором является продолжение девальвации деревянного. Он же рубль. Соответственно, пару мыслей я сейчас вскользь выскажу по данной тематике. И уже сегодня, в течение торгового дня, я запишу большой макроэкономический видеоролик с факторами о том и обоснованием макроэкономическим о том, почему впоследствии рубль будет укрепляться. И почему сейчас покупать валюту наиболее рискованно и опасно. Поэтому смотрите на нашем телеграм-канале биржевика акций, где 62 500 300 подписчика. Ссылка находится в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А, телеграм-канал про рынок акций. Рекомендую всем настоятельно подписаться. Я опубликовал свои мысли о том, что за последний год, с июля 22 по июль 23 года, рубль ослаб на 74%, в то же время турецкая лиробисенс на 55%, египетская валюта на 65%, пакистанская на 40%, кенийская на 20%, юар на 15%. Расхождение девальвации крайне экстремально. По сути, осуществление движения из крайности в крайность, в одно время экстренной ревальвации рубля, за счет фактора снижения импорта в РФ в 2022 году, в другое время девальвации рубля, за счет контролируемости курса и нейтральности монетарной полиции БРФ пока еще сопровождается. Одно очевидно, что в ближайшие полгода инвуляционная спираль в РФ крутится, будет как волчок. И наценка на разные импортные товары возрастет от 15% до 30%, это как минимум. Внимание! Центральный банк, раз эту кашу заварил, значит он будет ее и разрешать. И я в чем могу быть убежден? В том, что в ближайшем из заседаний, даже, пожалуй, на одном из экстренных заседаний, они будут поднимать ключевую ставку почему? Потому что государство уже вмешивается в эти процессы. Непосредственно сам Владимир Путин выступал на предыдущей неделе, где он говорил, что необходимо решать ситуацию на валютном рынке, его контекст. Во-первых, да, подстраиваться под те условия, какие есть сейчас на рынке. И, во-вторых, что-то делать с курсом валюты. Потому что инфляционная спираль, повторюсь еще раз, она будет раскручивать маховик инфляции. Импортные товары, от которых Российская Федерация очень сильно зависит, будут дорожать. Ни о каком, блин, внутреннем производстве речи быть сейчас не может. Почему? Потому что мы сейчас стоим перед фактором повышения ключевой ставки. Извините меня, деньги будут дорожать, кредиты будут дорожать, вклады будут дорожать. То есть, расти в своей процентной доходности. Для банков это будет определенная издержка, для предприятий будет тоже издержка. Почему? Потому что центральный банк ставка повышает до 11%, банки выдают кредитом под 15%, компании, потреб, сектор, потреб кредитования, корпоративное кредитование, автокредитование. Все это кредитуется по заоблачным процентам, в рамках заоблачной ключевой ставки при ужесточенной денежной кредитной политике. И этот фактор, он сподвинет экономику к стагнации. Это неизбежно. Потому что все еще цель государства, это попытка, по крайней мере, попытка сбить инфляцию за счет фактора валютной переоценки. Почему инфляция растет? Потому что рубль обесценивается. Потому что никакого фактора сырьевой инфляции пока еще нет. А представьте, когда он начнется. Там рост нефти, газа, драка прометаллов, рост всего сырьевого сектора на факторе обвала индекса доллара. К чему это все приведет? К двойному пинку и валютной переоценки, то есть валютной инфляции, и инфляции сырьевой. Как в такой ситуации будет государство решать вопрос? Я не понимаю. Поэтому сейчас, сейчас я считаю, и в чем я убежден, Центральному банку надо вмешиваться в эти процессы. И коль все говорят про то, что, блин, нужна стабильность, блин, нужно экономику развивать, бля-бля-бля-бля, пятьдесятые. Вы хотя бы загоните в валютный курс нормальный боковик, в диапазон 75-85 хотя бы, и проторгуйте его там хотя бы года четыре, чтобы рынок в это поверил. Потому что до тех пор, пока не будет загона в этот диапазон, ни экспортеры, ни импортеры, даже не рядовые предприниматели, барыги всякие, на которых тоже экономика держится, Они не будут уверены в завтрашнем дне, они не будут понимать, какой, сука, валютный курс будет через месяц, как поступать при том или ином сценарии, который будет потом сопровождаться в экономике. Поэтому я убежден в том, что тот, кто кашу всю эту заварил, в такой ситуации будут его и расхлебывать. То есть экстренное повышение ключевой ставки, это теперь не вопрос ожидания рынка, это вопрос уже выживания рынка самого настоящего. Потому что тащить экономику тупо на экспортерах, на факторе валютной переоценки не получится, поверьте мне. Да, они зарабатывают сейчас большую маржу, да, они зарабатывают бабки, да, они сейчас в валюте прям деньги лопаты грибут. Извините меня, многие нефтегазовые компании России продают нефть, потому что опять доллар за баррель, при курсе доллара по 89, не в рублях, стоит в районе там 6 тысяч рублей. Круто-круто, налоги в государство идут, но с другой стороны, извините меня, налоги. А потреб-сектор, ритейлеры, цены на товары, на одних экспортерах нигде, если будете обходить стороной интересы широкой общественности. А извините меня, при сгустке инфляционной спирали, там может вытекать другие основополагающие проблемы, уже социологического плана. И нужно как-то их сейчас уже решать, потому что народ-то понимает, что что-то как-то цены подросли, и нехило подросли за последний год в рамках девальвации рубля там на 75 процентов, округлим. Да, есть барыги типа нас, которые и вас, которые заработали на девальвации рубля там на росте акцерф, но есть и подавляющая масса тех наших с вами сограждан, которые ни на чем только не заработали. Вот о чем речь. И это, мягко говоря, краеугольный камень. Поэтому я убежден в одно, что государство это прекрасно понимает, центральный банк ставку будет уже на внеплановых заседаниях повышать, и сейчас ключевая ставка равна 7,5 процентам, извините меня, впоследствии, ЦБ бы по же ставкам, скорее всего, прикажем, застанет по 1 проценту. То есть было 7,5, застанет 8,5, потом 9,5, потом вплоть до 11 процентов. Почему, господа, ключевой вопрос, почему? Я обосну это тем, что наблюдается текучесть вкладов с банков. Народ сейчас, сука, бежит со вкладов рублевых. Центральный банк это тоже видит. И чтобы деньги, рублевую массу оставить непосредственно под управлением банков, надо ставку повышать. Если мы сейчас говорим про траекторию денежно-кредитной политики при Эльвире на Вюльной. Чтобы эти деньги остались в обороте банков, чтобы они не пошли там на валютный рынок, потому что сейчас толпа реально эту валюту покупать по текущему уровню. Толпа напугана. Толпа просто до усрачки не понимает, что она делает. И ЦБРов это тоже понимает. Поэтому повышение ставки, то, что мы говорим сейчас товарищ Заботкин и другие представители ЦБ, это лишь вопрос времени. Они интервенции запустились. Сам Путин уже начал говорить про контролируемость валютного рынка. На предыдущей неделе пресс-конференция была у него. Он там тоже все это озвучил. То есть государство уже понимает, что все, критический момент настал. Как говорится, момент настал, прими ГАСТАЛ. Все, вот надо ГАСТАЛ принимать по мере положения ключевой ставки. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли покупать валюты по текущим уровням, господа, я еще раз скажу, я сейчас почти каждый день объезжаю ряд обменников в Москве. Я прекрасно понимаю, что сейчас та толпа, которой ни хрена не был интересен доллар по 50-55, юань по 7 рублей и евро по 60 рублей. Они сейчас бегут покупать все это на панике. Учитывайте еще раз, что центральный банк ставку уже неуклонно будет повышать, потому что наблюдается отток ликвидности денег с банковского сектора, рублевая масса. Извините меня. Если эту рублевую массу конкретно обесчестить на счетах банков, что будет по факту? Правильно? Дефицит ликвидности. И к чему это приведет? Извините меня, запускать будет рублевый печатный станок. Вы думаете, это надо государству, чтобы еще подбивать инфляцию в дальнейший рост? Конечно, нет. И, соответственно, все эти факторы подноготные, они учитываются с дальнейшей перекладкой на будущую денежно-кредитную политику. Поэтому я еще раз говорю, покупать баксы сейчас почти по 90, это жесть. Евро там почти по 100, это еще жестче. Юань там по 12-13 рублей, но это вообще сверх маразма. Поэтому наши редакции, да, на баксах, на юанях мы в этом году заработали. Ок, хорошо, не вопрос. Да, я это все, как говорится, распродавал чуть раньше, чем сейчас, намного раньше, чем сейчас, нам по 75 доллар там и прочее в этом духе 75-76. Но в чем суть? Мы заработали на других идеях по рынку. То есть инфляцию мы пока что номинальную, ну, я имею в виду формальную, которую мы принесли в Центральный банк и экономику правительства, обогнали, обогнали за текущие 7 месяцев 23-го года. Дальше посмотрим, что будет. Поглядим. Но в любом случае, что я бы хотел сказать. Во-первых, сейчас наша редакция делает ставку на рынок долга, то есть рынок облигаций у ФСО 29-го года, во-первых. Во-вторых, чтобы у всех было хотя бы какое-то понимание того, что я говорю. По мере повышения ключевой ставки, да, они собьют валютный рынок. Стоимость валюты доллара, евро, юаня по отношению к рублю. Да, она будет валюту укрепляться, точнее снижать по отношению к рублю, рубль будет укрепляться. Но факт в том, что импортные товары дешеветь уже не будут. Вот вы спрашиваете, Михайлович, покупать, не покупать. Господа, вы живете в России уже последние почти 40 лет. Вы, думаю, понимаете, что такое капитализм по-русски. Если цены подняли, то хер кто их потом опустит. Не знаю, нужен Геленваген, покупайте Геленваген. Нужна квартира, покупайте квартиру. Нужен, не знаю, пылесос, покупайте пылесос. Нужна лампа, люстра, покупайте лампу, люстра. По любой цене. Ждать у моря погоды, это вообще самое тупое, что может быть в рамках развивающейся экономики. В рамках, извините меня, деревянного валютного курса. Поэтому подноготный момент я вам рекомендую учитывать и принимать верные решения по рынку. И вот, соответственно, в прикорреляции уже текущих моих мыслей, да эти даже мысли по факту среднесрочные, я хочу озвучить пару аспектов по поводу рынка долга, рынка облигаций. По факту сейчас рынок облигаций будет рассеянно ОФЗ 29 года. Преимущественно ОФЗ 29 года, то есть ОФЗ с переменой купонным доходом. По мере чего? Правильно, по мере повышения ключевой ставки. ОФЗ 26-52 года это все чушь и ерунда полная, на которую вообще не стоит никакого внимания акцентировать. То есть инфляционный ОФЗ это полная лабуда, и ОФЗ с постоянным купонным доходом это уже полное дно. Потому что я вижу по стоимости облигаций 29 года, что рынок уже готовится впендюривать свои капиталы. Соответственно, когда у нас состоится уже первое тотальное внеплановое заседание ЦБ РФ, по вопросу решения текущей экономической ситуации, по решению текущего выхода из экстренного положения всего валютного рынка, что у нас будет правильно, повышение ключевой ставки, что будет впоследствии правильно, рост стоимости ОФЗ 29 года. То есть стоимости, курсовую стоимость. Поэтому наша редакция это все купила в рамках нашего ВИП-канала. Покупали по хорошей стоимости. Ссылка на данный ВИП-канал имеется в описании под каждым видеороликом. Биржевик-бот наш официальный телеграм-робот для входа в платный канал. Рекомендую подписаться. Поэтому так или иначе позиции по долговому рынку, я считаю, резонно держать дальше, по крайней мере, до конца текущего года. Это первое. А второе, опять же, повторюсь еще раз. Коль мы все с вами рядовые трейдеры, мы с вами не акулы рынка, мы с вами не маркетмейкеры, мы обычные, скажем так, с вами физические лица. И в чем прикол? В том, что на чем заработали, за этот рынок говорим спасибо. Почему? Потому что я, например, на валютном рынке нашей редакции заработал, на драгоценных металлах по началу года заработала, на рынке акций, рынке сырья в том числе, и вот сейчас на рынке облигаций. Ну да, в том числе продолжаю удерживать позиции по рынку акций в рамках среднесрочных дел. Лукоил, ГНК, Нурникель, Русал и прочее в этом духе. А, ну еще и платину, да, еще и платину. Вот. Поэтому на чем заработали, на том спасибо. А дальше до конца года, господа, я думаю, мы еще идейки разные отработаем. Я считаю, что рынок все равно все иначе будет давать. Там ланги от шорта я сейчас не работаю. Мне на это все тотально наплевать, как и вам. Поэтому от ланга. Рисковать лишний раз шорт, упаси, господи, перекрестился аж три раза, спаси, сохрани меня грешника, не хочу. Далее индекс ММВБ, фичус на ММВБ. Но, во-первых, по недельному графику тотальная перегретость, она сохраняется. Во-вторых, пока валютный рынок торгуется на текущих уровнях, довольно высоких, запомните еще раз. На этом всем зарабатывают огромные бабки экспортера. Кто? Это поставщики нефти, это сельхозкомпания типа Фосфата, типа Фусагра, Акрон. Из нефтегазовых это Газпром, Новотек, Лукойл, Роснефть, Отнефть, Сургут, Нефтегаз, Газпром, Нефть и прочь в том духе. В общем, экспортеры. Они продают товары из России за валюту, валюту потом загоняют в РФ, ее обменивают и, соответственно, бабки в рамках высокой курсовой стоимости получают. То есть, по текущему итогу второго квартала 2022-2023 года, они сейчас будут фиксировать капитальные прибыли. Вот капитальные. И факт в том, что, исходя из тех мыслей, которые я вам озвучивал на одном из последних видеороликов, да, на нашем ютуб-канале, почему я делал ставку все еще на российские рынок акций, такие компании, как Лукойл, ГМК, Норникель, Русал. Я еще раз говорю, они свои товары понапоставляли хоть жопы жуй. И они вообще бабки будут капитальные фиксировать, особенно Лукойл. Упаси, господи, если там дивиденды еще квартальные оплатят, все, бумага в космос улетит. 6 тысяч рублей, это первая цель. Поэтому я позиции по ней держу, я не шевелюсь, я не сучусь, мне насрать, я не парюсь. И, соответственно, мои цели все равно по рынку выше. Мы идем вглубь золотого сечения, примерно в диапазон 3 тысяч пунктов, это во-первых. Во-вторых, локальные коррекции, естественно, будут по ММВБ, это неизбежно. Но это даже не критично, потому что, из-за меня, рынок прекрасно понимает, что рубль девальвировался даже в рамках текущего квартала. Но прибыли компании все равно за собой сохраняют экспортеры. А экспортеры занимают довольно крупную долю в индексе ММВБ. И рынок будет делать ставку на то, что будут уплачиваться или квартальные дивы, или потом более-менее жирные дивы по итогу 2023 года. А к дивидендам жирным 2023 года в 2024 году мы так или иначе придем. И все равно эти бумаги будут расти в такой ситуации. Это уже несмотря на какие-то там мнимые политические факторы, факторы экономические, факторы уже субъективные. Как говорится, извините меня, господа, но я работаю по алгоритмам рынка, по техническому анализу, по макроэкономике. И прекрасно понимаю, что в рамках текущих биржевых механизмов цели все равно по рынку остаются выше. А количество шартов на ММВБ, упаси господи, все еще высокое, и оно растет. Поэтому, как минимум, я делаю ставку на продолжение роста рынка РФ. И сегодня идем закрывать гэп в диапазон 2815-2820 пунктов. Но посмотрим, будет ли вообще волатильность на рынке сегодня, я, честно говоря, не знаю. Так забегать ультра наперед я не могу. Потому что это уже дело случая, как говорится, дело хаотичного события. Но, опять же, по ультуре я попытаюсь поторговать, посмотреть, что у нас здесь будет. Надеюсь, что какие-то сделки интродэй у меня, так или иначе, проканат, какие я буду публиковать в рамках нашего VIP-канала, нашего платного телеграм-канала. Ссылка на него имеется в описании под каждым видеороликом в первом пункте, биржевик-бот. Поэтому жду роста рынка РФ сегодня. По фичу на МВБ тоже у нас шипы остались. Неотработанное тоже имеется. Диапазон 280-700 пунктов. Тоже жду выхода аккуратного к нему. Но, господа, вишенка на торте. Вишенка настолько сладкая, что аж попа слипнется. Почему? Потому что индекс РТС почти подходит к своей тотально фатальной поддержке. Диапазон 970 пунктов. Вот понимаете, я NetInk смотрю уже довольно давно. Признаюсь честно. И вы это сами знаете, потому что я об Иннексе говорил неоднократно. Базовый рынок цели снижения под 990. Но цена проскользила сейчас еще ниже. Почему? Потому что валютный рынок у нас пошел в сикость-накость. То есть в пользу роста, как говорится. И учитывая то, что я вам сказал в начале этого видеоролика, и учитывая то, что я вам озвучу потом в следующем видеоролике, уже макроэкономическую ситуацию по всему валютному рынку Российской Федерации, на экстренных заседаниях ЦБРФ вчера ставку будут повышать, она будет заровывая не кашликак. Валютный рынок этого пока еще не ожидает. Но это те самые форс-мажорные решения, которые осуществлялись и в 2014, и в 2015, и в 2016 годах, и в 2018, и в 2020, и в 2022, и в 2023. То же самое будет. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, идет отток денежной ликвидности с банковского сектора. Центральным банкам именно в кошмарах снилась фактор оттока денежной ликвидности. Потому что, если вместо запускать рубриловый станок печатный, упаси господи, никому не хочется. Это первое. Второе. Чтобы как-то сохранить деньги вкладчиков на банковских счетах, что надо для этого делать? Правильно. Вставать раком и поднимать ключевую ставку. По-другому никак. Это самый действенный метод для того, чтобы народ сохранить на этих вкладах. Вот. Но по мере повышения ключевой ставки, что мы получаем на выходе? Правильно. К падению всего валютного рынка. То есть, доллар пойдет к уровню, например, 7,7-7,8. Там евро где-то в районе 80. Юань в районе 10 рублей. Что мы получим? Это факт правильно. Рост РТС. То есть, это та самая макроэкономическая и сегментальная модель биржевых механизмов, которые являются, вроде, цепочкой, цепью преобразования, которые впоследствии загоняют цену на этот инструмент выше текущего уровня. Поэтому, да, конечно, я признаюсь честно, не кривя душой, я жду роста РТС. Да, я вне позиции пока что. Сегодня я ожидаю финального задерга по валютному рынку. Ну, где-то по дороге, в районе там 89 рублей за доллар. Дальше, впоследствии, мы пойдем по РТС. Вот, примерно сюда. На 1026, потом 1060, а потом вообще и выше 1100. Поэтому я поза по РТС планирую уже в ближайший фейн, так или иначе, постепенненько подкупать. Свои сделки по РТС также я буду публиковать на нашем VIP-клубе, биржевик-бот. Ссылочка на платный телеграм-канал, который имеется в описании под каждым видеороликом. Вот здесь. Рекомендую подписаться. И, как следствие, по мере повышения РТС, а тут имеется гэп в первую область 1006, вторая область у нас 1040 и третья, боже ты мой, 1060. Ну, округлим. Поэтому три гэпа есть, цели есть, непроторгованная область катастрофически жестко имеется. Поэтому вместо того, чтобы идти покупать валюту, покупать, я вчера был в форобанке, я вчера был в каком-то другом подзаборном банке и еще в каком-то тупом банке. И я понял одно. Народ покупает доллар по 93, там 95. Это уже учитывая фактор того, что сейчас банки с наценкой баксы продают. Я вчера был в одном ТЦ, да, я это видел. И народ-то был. Народ покупает. Зачем? По текущей, что ли? Лучше РТС, не знаю, рассмотрите в ланге, неже чем валюту от текущих уровней. Извините меня. Сейчас продуктовая корзина, эти гребаные два пакета, стоят 6 тысяч рублей. 6 косарей. Там эти в Ашане, либо где-то там еще там на подзаборах общества. И вы что, думаете, Центральный банк тоже не смотрят? Они смотрят как педать. Они прямо в бинокль. Они в рупрунг смотрят. Самый настоящий. Они прекрасно понимают, что черт возьми, палку перегнули. Надо было ставку тогда раньше повышать. И они сейчас уже будут ее нагонять. На каждом заседании повышать там либо по 0,25, либо по 0,5, либо экстренное заседание по 1%. Но траектория повышения ставки, она уже очевидна. Потому что инфляционная спираль растет, раскручивается. Инфляционные же они раскручиваются. И ЦБ признает, что, блин, ситуация выходит из-под контроля. Получайте ставку, господа. На этом факторе мы тоже с вами заработаем. Ну, я имею в виду на лонгах. РТС. Почему бы и нет? Далее. Валютный рынок. Рубль, доллар, юань, евро и что-то там еще. Короче, по баку смотрите. Сейчас будем торговаться. Ближайший, я полагаю, день на диапазоне сопротивления 89,90. Но. Вот просто смотрите внимательно. Недельный график. Внизу 100 к цели осталось. Вот он первый диапазон, да? Вот второй главный реперный уровень. По недельному графику RCI уже 82 пункта. Вот он. Вот она перегретость. Что было после такого прихода? Было снижение. Довольно крупное снижение. Поэтому это снижение, которое здесь я ожидаю, я ожидаю на монетарной политике Центрального банка. Еще раз говорю. А вот те, кто мне сейчас пишет в комментариях в Ютубе, что Михалыч, ты продал бакс по 75, по 76. Вот же лоха, я держу. Ну и что ты держишь? Что ты держишь? Ты мне скажешь, ну ты держишь, ну и молодец, держи дальше. Только там доллар по 200 ты не увидишь, там по 500 ты не увидишь. По 1000 ты вбряжь парней тоже не увидишь. И что? Вот то, что я повторюсь, я продал с нашей редакции, уважаемый, да? Мы на этом потом заработали еще. На Руссия акций, на прочем этом духе. Все. Бабки есть, как говорится, к уровню 30% годовых мы постепенно подходим. Нам осталось буквально 5% еще набить и будет 30% годовых по отношению ко всему оборотному капиталу. Что даст заработать? Это рынок облигаций по конечной среднесрочной акции по сырьевым компаниям. Но и с другой стороны, это платина, да? Платина, все. Вот эти три идеи дадут заработать еще в среднесроке. Но я полагаю, даже среднесрок довольно понятие эфемерное, соответственно, этот среднесрок, он ограничится вероятно несколькими месяцами, а то может и раньше. Но и с третьей стороны, индекс РТС, да? Который я буду впоследствии набирать в ланги и впоследствии по мере понижения валютного курса. И что я буду делать? Правильно. Наслаждаться жизнью, прибылью, желательно. Хотя, признам честно, жизнью я никак не наслаждаюсь, потому что в голове все равно тараканов много. И как-то приходится с ними уживаться. Знаете, вот вообще жизнь, да, это как большая коммуналка. То какая-то одна проблема в башке, то другая проблема, то там кто-то мне в уши квакает и говорит, что, мол, Михайлович, покупай валюту. Зачем? Зачем это делать? Господа, учитывая, что жизнь это большая коммуналка, нахрена предпринимать хаотичные решения? Еще раз говорю. Толпе Бакс был неактуален по 50. Неактуален по 55. Упаси боже, даже по 60. Но актуален по 90. Я в шоке. Хотя, чему удивляться, не понимаю. Почему? Это жизнь-то коммуналка. Иван Иванович говорит Петру Павловичу покупай доллар. Петр Павлович говорит Зинаиде Григорьевне покупай доллар. Зинаид Григорьевне говорит там, Джону Джоновичу покупай доллар. А Джон Джонович идет и думает, Опа, а толпа Бакс покупает. Дай-ка я не буду туда лезть. Потому что Джон Джонович понимает, что валютный рынок будет еще ниже. И Джон Джонович прекрасно понимает, что монетарная политика снизится. Ну то есть, ужесточится, извиняюсь, центрального банка. Все. Мы идем к тому, к чему идем, господа. И вот мне это ничего плохого. Но, как говорится, тараканчик, который ползал в голове у толпы, с ними как-то надо совладать. Все. Еще раз говорю, жизнь это большая коммуналка. Это проблема. Как говорится, общественный сентимент играет тоже немаловажную роль. Поэтому где я баксы еще буду покупать в среднесрочной нашей многоуважаемой редакции от уровня 75-77. Ради бога, я не против. Юань по 10 рублей, там, евро может быть по 80. Я не против. Я только за покупку этой вражеской валюты. Как сейчас средства массовой информации ее называют. Но, но, не по 90. Правда. Я пас. Я не хочу. Я, знаете, я лучше пойду на пенек сяду, косарь отдам и отдохну. Все. Но не по 90. По евро та же самая ситуация. Цели тоже ниже. Среднесрочная, Ямай 9, 90 рублей. Вторая цель у нас, линейная поддержка 82. Цели ниже. По юаню тоже самое. Цель вообще в районе 11, там, 10,5 на 11 рублей. Цель ниже. То есть, даже в рамках сегодняшней торговой сессии, по валютам мы локально подарифуем. А потом будем снижаться. Почему? Потому что я в чем уверен. Сегодня, завтра, послезавтра, все равно будут на подиум рынков какие-то интервенторы, да, озвучить свои мысли вслух в виде государственных, там, изложений по поводу валютного рынка. Там, Центральный банк, Минфин, эконом-развитие, может быть, даже Владимир Путин, может быть, там, Михаил Мишусь на дороге не играет. И будут говорить все, как один, что, мол, да, валютный рынок вырос, надо что-то делать. Ну, надо, надо, ставку, наверное, повышать надо. Но мы будем учитывать инфляционные ожидания и рост инфляции в дальнейшем решении о повышении ключевой ставки. Вот так вот. Эти вещи не будут озвучивать. Так что, господа, готовьтесь. В общем, мысли я свои высказал, думаю, было полезно по отношению к валютному рынку. Далее. Хотел бы привести корреляцию индекса DXY по отношению к S&P 500 и рынку Драгопрометаллов. Признаюсь честно, я до конца не понимаю, почему широкие массы ждут дальнейшее укрепление индекса доллара куда-то там в район, я не знаю, 120 пунктов. Я, честно, может быть, что-то в этой жизни уже не понимаю. Может, мне вообще пора уже на пенсию идти. Я не... ну, может быть. Но, учитывая целесообразность монетарной политики Федеральной резервной системы, извините меня, к чему мы приходим правильно? К финалу повышения всех этих ключевых ставок ФРС. В чем суть? В том, что, не знаю, Буллард, как его, господи, забыл этого пенсионера, Джей, Джон, Джеймисон, как его... А, глава ФРС. Джерри Пауэлл, Джером Пауэлл. Он тоже признал, что, извините меня, но ФРС обгадил с повышением ключевой ставки. Палку перегнули. В чем прикол? В том, что ФРС, она всегда действует за торможение, то есть с тормозами. То есть, когда нужно ставку повышать, они ее понижают. Когда нужно ставку понижать, они ее продолжат повышать. То есть, здесь получишь какой сценарий? Правильно. Падение, снижение ключевой ставки как следствие продолжения падения индекса БАКС, который в процессе приведет к росту стоимости всего валюты сырьевого рынка и к росту доходности трежер. Почему? Потому что гособлигат США толпа будет продавать, именно крупный капитал. И, как следствие, у нас будет рост трежер, доходности по трежер, рост стоимости цен на нефть, газ, там, драга, прометаллы, криптовалюты в том числе. Поэтому, господа, среднесрочно ставка только на коммудитис, только на сырьевые товары. И вот, переходя уже, например, к американскому рынку, даже в рамках тех проблем, какие я сейчас озвучил, в рамках продолжения девальвации доллара, у нас будет также расти американский рынок. То есть, с целями выше, например, локальные цели находятся в районе 4.8-4.500. Но есть цели еще выше, по недельному графику, где-то в районе 4.600. Так что я веду все к чему. Потому что девальвация доллара, по факту, риск он. То есть, фактор спроса на рисковые активы. Как следствие, куда рынок побежит? Правильно, в рисковые активы. Акции и сырьевые рынки. Все. Облигации, гособлигации США, им плевать на них. Извините меня. Они там бабки паркуют только сейчас, в рамках такого краткосрочного действия. Но когда, как говорится, будет тотальная распродажа гособлигаций, из-за жадности, масс, жадность, то доходность пойдет вверх. Куда? 5,5,5,5,6%. Поэтому я говорю, что... Вот вы меня спрашиваете, у кого выход на американский рынок остался? Могу покупать ли вам облигации трежерис американские? Зачем? Какой смысл в этом? Я не понимаю. Если вам некуда впендюрить ваши доллары, то в конце концов вы можете их обналичить в рубли и потом уже добить цели по рынку акций РФ либо рынку облигаций РФ. Веде много на рынке, я вам так скажу. Поэтому не стоит, скажем так, торговать тем, что имеет под собой грандиозные риски. В общем, вы меня услышали. Да или нефть марки бренд? Здесь ситуация следующая. Смотрите. Здесь картина следующая. Во-первых, А. У нас наблюдается торможение импульса снижения. Это, во-первых. Во-вторых, Б. Цена торгуется на уровне ЕМА-9 и ЕМА-200 по недельному графику. С. На дневном графике цена по себе она пришла к уровню сопротивления в верхней грани боковика 76-77. Я, в принципе, об этом публично и в телеграм-канале нашем, и в Янезенном ВКонтакте много раз говорил, что на протяжении предыдущей недели, начиная со среды, что нефть будет в своей стоимости расти. К уровню 76-77. Мы к этим уровням выросли. Соответственно, пробой боковика этого уровня, данного диапазона, вот здесь, я, честно говоря, пока не ожидаю. Поэтому, если у вас имеются все еще спекулятивные позиции по нефти, задумайтесь об их закрытии. Потому что не считающий уровень мы с вами отработали, вы считающие почти тоже. Что будет хорошим драйвером для пробоя этого боковика, это тотальное снижение стоим добычи нефти со стороны Сахаратурской Аравии. Извините меня, у них средняя цена добычи нефти 80 долларов за баррель. Нефть торгующая по 75 долларов 30 центов за баррель. Саудовску нужна нефть выше, чтобы покрыть свои издержки в рамках дефицитных бюджета. Очевидно, очевидно. Средняя стоимость 80 долларов за баррель. Поэтому они будут вынуждены добычу снижать, как и прочие страны ОПЕК. Ну, кроме Российской Федерации имеется в виду. Так что этот фактор будет подвигать рост стоимости нефти все выше, выше и выше. Далее природный газ. Локальные цели по вблизи уровня 2.60 мы отработали. То, о чем я ранее говорил. Предлагаю честно, сейчас я газом торговать смысла никого не вижу, потому что тут нет сигналов ни в шорт, ни в лонг. Соответственно, какого черта здесь предпринимать какие-либо действия, я не понимаю. Поэтому, как говорится, вольным махом руки я с этим инструментом прощаюсь. Когда сигнал дашь, тогда к нему вернусь. Далее. Драга про металлы. По нем я мы следующие. Еще раз повторюсь, что девальвация индекса доллара, она продолжится дальше. То есть, первая цель 99 пунктов, вторая цель будет 93 еще ниже. В рамках этого фактора у нас будет что? Рост стоимости нефти. Сейчас, конечно, многие рисуют там, ой, да, Роснефть и драга про металлы и биткоин. Сейчас многие рисуют золото там, не знаю, по 1000 долларов за унцию. Типа, ой, смотрите, здесь оказывается тройная вершина. Ой, сейчас золото полетит вниз. Ой, нет, как такое может быть? Тройная вершина, боится, все в бог будет. Четвертая, пятая, десятая вершина. И тут еще какая-то вершина. А тут вообще какой-то нетрадиционный средний палец нарисован. Господи, что происходит? Я вам, господи, скажу еще раз, не надо так гадать по графикам. Есть макроэкономика, есть биржевые механизмы, есть девальвация доллара. И он будет подальше. Куда золото будет входить? Правильно. После отказа сюда она будет входить еще выше. Вообще на пробой верхней гранты боковика 2050. Это очевидно, это макроэкономика. Не я ее придумал, это вам американцы все втюхали в свое время. И вот в рамках таких идей рынок и торгуют. По сей день, между прочим. Поэтому у меня, да, имеется среднесрочная поза по платине. Да, конечно, я ожидаю роста платины к диапазону средней грани боковика 1040, а то может вообще и выше к уровню 1140. Поэтому, да, конечно, платиный готов я забрать свои там 15-30% профита впоследствии этой среднесрочной сделки. И как следствие я не сучусь, не парюсь, не переживаю. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что рынок сырья будет расти дальше. То есть золото по тысячу я в это не верю. То, что, не знаю, серебро там по 3 бакса я вот тоже не верю и не верил и никогда не поверю. Почему? Потому что спрос на драгопромметалл сейчас катастрофически растет. К примеру говоря, в данном момент времени между, скажем так, дефицитом и профицитом на рынке платины смещается спрос в сторону дефицита. То есть потребность металля растет, а добыча падает. Потребность золота растет, добыча падает. По древности серебра все добыча падает. И так по всему рынку металлов. Поэтому я как держал среднесрочно лонги по, точнее инвестиционной лонги по серебру, я их буду держать. Пока дают покупать, я их покупаю. Я их буду дальше тарить. Рефизма от актива, господа, ни более, ни менее. Это нормально. Вот. И по платине да, среднесрочно жду повышения в рамках спекулятивной сделки. Поэтому пока вот мысли у меня такие. Ну и по факту эти мысли у меня никак не изменятся. макроэкономичная картина остается неизменной. Что может изменить эту макроэкономичную картину? Это тотальное повышение ключевых ставки ФРС. Гендаурн 10% в годовом эквиваленте. Поднимут ли они эту ставку ключевую? Конечно же нет. Далее. Переходим на акции РФ. Вот те позыки у меня есть. ГМК, Норникель, Русал, Лукоил. Здесь картина следующая. Я еще раз говорю. Я делаю ставку на то, что ни черта еще не выросло. Все, что не выросло, то потом впоследствии будут расти. Вот, например, ГМК у нас торгуется в боковике. Нижняя грань боковика это диапазон 14300. 14300, да, верхняя грань это 15430. Здесь еще какое-то время поторгуемся, по дарифуем, потом пойдем выше. Так что, да, мои цели выше. Почему? Потому что никель будет расти в своей стоимости, палладий будет в своей стоимости расти на факторе девальвации доллара. Соответственно, рынки сбыта за ГМК сохраняются, рынки сбыта смещаются в сторону Азии и Африки, и как следствие, что у нас получается правильно, потенциальный рост маржи, то есть выручки компании впоследствии. Извините, меня уже приплетаю в компанию Русал, учет, что Русал является мажоритарным акционером ГМК Нурникеля, что мы на выходе получим, конечно, рост дивидендов доходности ГМК Нурникеля, и, соответственно, хочет то, что сейчас Русал долбит ГМК Нурникеля своими судебными исками, что на выходе будет правильно, ГМК прогнется под Русал, и так или иначе выплатит дивиденды Русалу на фактор, что потом Русал будет расти. И вот так же, господа, мыслят инвестбанки, которые эти бумаги тоже в их позициях, я уверен, держат. Почему? Потому что сейчас рынок, он, грубо говоря, входит в то, что ни черта еще не выросло. Вот мы с вами отработали техов, там, нефтегазовые компании, там, банковские акции, да, это все выросло впоследствии. И тут то же самое будет, то же самое вырастет. Лукойл, жду вообще на закрытии гэпа вышестоящего, да, в рамках текущей формации обратного треугольника. И вот вы меня спрашивали про компанию еще Сигежа, да, акции обыкновенные. И в этой бумаге произошло ровно то же самое, на что мы с вами ранее ставку делали, да, на что мы сейчас продолжаем ставку делать, только в рамках новых идей, да. Сигежа, что у нас на выходе было правильно? Нахрен никому не нужная бумага. Что Сигежа, Гежа, Гоша, как кто, когда, почем, а, говно. О, Сигежа, рынки сбыта могут быть в Африке, да, что вы, мать вашу, говорите. Здесь Сигежа выстрелила, потому что кто-то там где-то квакнул о том, что рынки сбыта могут быть в Африке, квакнули об этом представители компании в первую очередь. И бумага пошла в рост. Почему? Потому что рынок смотрит, что там Тихий выросли, Газпром вырос, там, условно говоря, не знаю, Сбербанк вырос, Тинько вырос, все выросло. Ой, слушай, там ГМК не вырос, Русал не вырос, Лукойл что-то как-то дорифует, Сигежа тоже не растет. О, Сигежа, ну, в рынке сбыта, дай-ка мы ее немножко поднатужим. И поднатужили участники рынка. Кто? Правильно, инвестбанки, фонды и прочие в этом духе перчики. Поэтому, да, двойная донышко есть, первая, вторая, третья, четвертая, пятая область у нас будет вот здесь. То есть, финальная цель среднесрочного роста диапазон 8,50 копеек. Так что, у кого бумажка-то в наличии есть, то, конечно, ваши цели выше. И еще раз повторюсь, что я говорил раньше, говорю сейчас, рынки сбыта нормальные будут в компании. То есть, она не банкрот, ей не конец. Все нормально. Переживать не стоит. Поэтому я остаюсь чисто вот при своем мнении с точки зрения макроэкономики. Я еще раз говорю, что экстренные заседания ЦБРФ, они теперь неизбежны. Потому что, блин, вот всю эту кашу заварили макроэкономисты российские, да? Они в том году говорили, что вот там, скажем так, импортные товары, то есть, импортные операции редко сократились, экспортные выросли. Было дело? Да, конечно, было. Сейчас наблюдается паритет между экспортом и импортом. Но, извините меня, даже впоследствии дальше у нас будет сокращение импорта в страну. Это будут и геополитические ситуации, и макроэкономические, о чем я вам расскажу в следующем видеоролике. Потому что тот материал, который я вам подготовил, я хочу так начало ретранслировать. И этот видеоролик я пытаюсь записать в ближайшие минуты 40 после выхода анализа рынка. Но еще раз повторюсь, что сокращение тех же импортных операций, они впоследствии повлияют на падение всего валютного рынка. То есть, еще раз говорю, покупать бакс по 95 в обменниках и платить банку спред еще 7 в 10 рублей от декущих уровней. О, спасибо, я не хочу. Еще раз говорю, что наша редакция, я, вы, на чем заработали, на том заработали. Заработали мы в этом году с вами немало за эти 7 месяцев. Я еще раз повторюсь, что остались много других идей. Платина там, акции российские, ОФЗ. Еще есть идеи. По нормальным стоимости мы их купили, теперь ждем просто-напросто роста. Поэтому я, в принципе, не шевелюсь, не суючусь, не парюсь, не переживаюсь. Я просто сижу, как говорится, под торговую интродэй, внутри дня, в рамках нашего платного телеграм-канала вип-клуба, простыми словами. А среднесрочные бумаги да лежат и лежат, как говорится, хлеба не просят. В свое время прибыль принесут. Я думаю, это будет раньше, чем позже. В общем и целом, у кого имеется паника, я вам рекомендую немножко отдохнуть. Берите отпуски, езжайте там куда-нибудь в Крым отдохните, либо в Сочи, либо куда-нибудь там вообще в тайгу, там затеряйтесь на неделю. Так, чтобы потеряться, чтобы вас там потом находили. Поверьте, нужно психологическое обнуление, небольшой релакс, объединение с природой. Поэтому не надо лишний раз, господа, так драматизировать, все будет нормально. А я вам рекомендую подписаться на все наши медиаресурсы. Первый пункт Биржейк Бот, наш официальный телеграм-робот в платный канал. Там я торгую каждый день в прямом эфире с 10 до 11, максимум до 12 часов дня. Дальше перерыв. Публикую мыслями, аналитку, также я там хочу публиковать сегодня очень важный обучающий пост, который я публиковать публично в принципе не собираюсь, потому что там будет дохрена лайфхаков, ништяков, за которые потом публикаешь можно получить по шапке. Поэтому все в личном режиме, все, как говорится, в приватном, в рамках данного веб-клуба. Также у нас имеются и публичные ресурсы, это телеграм-каналы, пункт А, телеграм-каналы про рынок акций, пункт Б, телеграм-каналы про сырьевый рынок, В, про облигации, Б, Г, про банк сектор и рынок недвижимости. У нас также имеется канта-группа Яндексен и Рутюб-канал, поэтому на данные медиаресурсы вам рекомендую настоятельно подписаться. Информация, которая уходит там с задержкой во время поступает на YouTube. И главное, господа, помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. Ждите новый видеоролик в течение ближайшего часа, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, удачных торгов и до свидания.